Всем привет! У меня в хозяйстве две новые породы кроликов. Бургундия и полтавское серебро. Смотри, Симба, это кролики! Я давно присматривался именно к этим двум средним породам. Поскольку у меня основное направление это именно продуктивное мясо, я, разумеется, рассматриваю для себя только средние породы и ультраскораспелок из соображений рентабельности. В итоге у меня теперь пять пород. Базовый была, есть и будет советская шиншилла, также есть у меня калифорнийская. Особняком немного стоит белый великан, но эта порода универсальный донор генетического материала, и от великана у него, пожалуй, только название. Ну и плюс кило-полтора максимум к максимальной планке веса. А так это просто крупная средняя порода, на мой взгляд, в отличие от тех же фландров, ризенов и стрыкачей. И теперь у меня добавляются еще рыжие красавцы бургундской породы и серебристые гиганты полтавского серебра. Выбор вполне рациональный. Бургундцы это, по сути, модифицированная, улучшенная версия калифорнийской породы кроликов, всем нам давно хорошо известной. И если показатели вот этих животных, вновь прибывших, будут соответствовать заявленным, так сказать, к породе бургундцев, они у меня приживутся в хозяйстве и покажут себя с лучшей стороны, то они полностью заменят Калифорнию. Такое решение я приму. Но для этого им нужно еще поработать. Три рыжика у меня для начала. Это две сестрички-девочки. Рабочие названия Баранка и Барабулька. И милый пацан Бубенец. Очень общительный. С бургундцами фетиш с кличками на букву Б. Продолжается. И самец и самка полтавского серебра. Серебристые серебро, советское серебро. Речь, как правило, вот именно о представителях вот такой породы. Тут с кличками я не заморачивался, все на поверхности. Сильвер и Сильва. Крутые ребята. Пацан немного трусоват, но покрыл самку практически сразу на следующий день. Так что, возможно, еще просто не освоился на новом месте, поэтому немножко шугается. Но главное, что работает. Сейчас все пять новых животных сидят у меня отдельно в карантине. Это обязательно непреложное требование, из какого бы надежного источника не были кролики. Свою первую, самую серьезную инфекцию кроликов я привез из племенного репродуктора. Из НИИ кролиководства. Поэтому карантин это закон. Закон, который, ну, доказательство которого было оплачено жизнями. Новые животные и, соответственно, новое оснащение клеток. Сразу же заказал уже в проверенном месте. Я в прошлом году и в позапрошлом подробно показывал. Кормушки, поилки навесные, чашечные. И трапики пластиковые, особенные. И, ну, еще крючки пружинные. Я обычно всегда докупаю. Стандартный набор для оснащения клеток. Заказываю я на сайте Большой фермер из Челябинска. Кстати, доставка до Подмосковья выходит чуть ли не дешевле, чем заказ из Москвы. Парадокс. Уралу респект. Совершенно искренне. Вот такие вот чашечные кормушки, поилки для кроликов. Вот только у них. Вот только у них нашел. Поэтому только там покупаю. Именно вот Большой фермер. Сайт 74bf.ru. А то сейчас много всяких клонов появляется со схожими названиями. Там по-английски по стране пишут. Там всякие варианты. Но это вот челябинские ребята. У них свой магазин. Поэтому можно заказывать проверенное место. Я не знаю, что это за волшебный пластик. Вот был в предыдущих кормушечках. Но даже без вот этого надежного оцинкованного защитного ободка кролики просто бессильны перед этим материалом. Вот у меня разные животные с ними сидят. Пластик держат просто на удивление. Что молодняк, что маточные скучающие животные. Ну, то есть они попробуют. Они понимают, что они не могут ничего сделать с этим пластиком. И теряют интерес сразу же. А сколько у меня было всяких разных видов таких вот чашечных историй. И они все на помойке. Их все сгрызли. Единственное, что может выходить из строя, это держатель. Зацепы за сетку. От интенсивной эксплуатации. Вот из-за как раз того, что там молодняк имя в футбол играл. Пара кормушек. Вот по одному зацепу они надломились. Но тут это мой косяк. Я их не закрепил вот таким пружинным крючком. Вот таким образом. И кролик. Он может поддеть носом, соответственно, эту кормушку. Сорвать ее и всю ночь гонять ее по клетке. Поэтому вот возможны такие варианты. Поэтому я всегда использую на каждое посадочное место по две вот такие кормушки-поилки. В одной вода, в другой корм. Это очень удобно. Ну, в зимнее время это просто вот эта находка. И сразу же их закрепляю пружинным крючком, чтобы их не могли сорвать животные. И все прекрасно. Это очень надежно. Кормушка такая стоит 175 рублей. Вот сейчас вот новая партия, которую я заказал именно под этих новых кроликов. Вы видите, она из такого полупрозрачного красного материала. И это, насколько я понимаю, монолитный поликарбонат. Тоже очень плотный материал. По свойствам заменяет стекло. Я такой прозрачный хочу себе на крышу нового вольера поставить. Потому что именно он способен выдерживать любые снеговые нагрузки. То есть быть под давлением. Ну, то есть он прозрачный. А в то же время он очень прочный. То есть его реально надо резать болгаркой. Так что я надеюсь, что кролики ничего не смогут сделать вот с этими поилками. Трапы. Также оснащаем клетки. По две штуки на клетку у меня идут. И тоже от большого фермера. Именно здесь я нашел абсолютно гладкие, тонкие трапы. На мой взгляд, это идеально для кроликов. Ну, то есть я периодически подкупаю партии по мере. Ну, потому что как ни крути, все-таки трапики это расходный материал. Не быстро, но все же они выходят из строя. И иногда, ну, уже так, что просто ремонту не подлежат. Тогда покупаем просто небольшую партию новых. Ну, а новым животным им сам Бог велел новые трапы установить. И именно вот такие. Как же меня достали пластиковые трапы предыдущие. Вот когда я там из разных мест тоже заказывал. В том числе из Китая. С вот этими идиотскими зацепами. Они еще ни разу не подошли ни к одной сетке без выкусывания части вот этих самых зацепов. Ну, а сетку я использовал самую разную. И 16 на 48, и 25 на 12,5, и 50 на 12,5. Ну, лучше всего они подходят к 25 на 25. Но это не кроличья сетка. Будем сразу говорить. Поэтому я не знаю, как они делают эти зацепы. Зачем они их делают. Ну, в общем, без, так сказать, допиливания напильником эти трапы использовать невозможно. А вот гладкий трап, он прекрасно прилегает. Не надо ничего выкусывать. Не надо ничего удалять. Он тонкий. Он прям вот ложится четко на сетку. И я креплю двумя хомутами по диагонали. Все. И вот постепенно я заменяю все трапы с зацепами на вот эти вот. Которые мне просто удобно пользоваться. Вот они точно не раздражают. Кормлю в настоящее время я наших вновь прибывших кроликов смесью зерна. Это овес и ячмень. Плюс комбикорм истринский. Ну, и венечки, и веточки. Это как обычно, по сезону. Они уже довольно взрослые. 4,5 месяца бургом. И почти 6 месяцев серебру. Их, конечно, нужно поскорее уже покрывать. Ну, просто на то время, пока они не покрыты. Пока они, так сказать, сидят в таком холостом режиме. Адаптируются, чтобы понизить калорийность. Такой вот особый рацион с зерном. На чистом откормочном комбикорме. А у истры только такой. Кролики зажиреют. В таком возрасте уже, ну, действительно, они, самки, в первую очередь, будут под ударом. И проблем потом не оберешься с покрытием. Это совершенно ни к чему с репродукцией. Это вот к теме актуальности собственных кормов. Следующее видео будет как раз на эту тему. К счастью, серебро, полтавское серебро порода, они постарше животные. И они у меня, в принципе, сразу поженились. Буквально на следующий день. А бургунцы. У них пока одна девочка покрыта. Вторую ждем. Ждем, когда придет в охоту и будем покрываться. Парни рабочие, бодрые. А это уже хорошо. Это полдела. Теперь по породам. У меня почти полный комплект в хозяйстве, позволяющий решать все задачи, стоящие передо мной. Не хватает, пожалуй, для полного счастья, но это такой же перфекционизм, только одной породы, которую мне очень бы хотелось иметь у себя в коллекции, которая мне просто нравится. Это НЗБ. Новозеландская белая. К сожалению, за последние, наверное, года четыре, их популярность именно этой породы вытесняется новыми, более раскрученными и, так сказать, бюджета-маркетинга емкими. То есть, ну, так сказать, обоснованными по маркетингу породами и всякими кроссами высокоэффективными. Но хочу напомнить, что большинство скороспелых пород современных, в частности, калифорнийская, ну, а вслед за калифорнийской, соответственно, и бургундская, они фактически обязаны вот этим качеством, ультраскороспелостью, именно НЗБ, и никому больше. Короткие их ушки, это также визитная карточка, и также новозеландцев. Ну, уж точно, не шиншилл и не горностаевых кроликов, которые также поучаствовали в выведении калифорнийской породы. Но, видимо, НЗБ это все-таки планы на будущий год, потому что 2022 и так был перенасыщен. Да и нет у меня, конечно, такой прям острый цели собрать в одном хозяйстве всех ушастиков со всего мира, всех видов, пород и так далее. Хотя, наверное, это было бы прикольно. Просто, ну, собираем лучших представителей, которые и позволяют получать фору в виде гетеророзисных миксов, поскольку основное направление, повторюсь, это мясо. По завершении карантина эти животные будут переведены в теплое помещение, где и будут уже содержаться, и, так сказать, акролы будут проходить как положено в тепле. Буду держать вас в курсе и рассказывать об этих замечательных породах кроликов. Ну, а сегодня все. Всем пока. До новых встреч на канале Фермер-Одиночка.